Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью» и сегодня мы в гостях у интернет-портала «Форпост». С нами главный редактор интернет-портала Екатерина Бубнова. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Повод для встречи самый что-нибудь праздничный. 1 ноября интернет-портал «Форпост» отмечает 15 лет с момента основания. Наши интервью могут посмотреть люди, которые либо не очень знают, что такое «Форпост», либо вообще никогда не слышали об этом. Вот если вкратце для них, что это сейчас? Это, наверное, самый крупный севастопольский сайт, на котором ежедневно публикуется множество новостей из севастопольской жизни, из жизни Крыма, ну и всей России уже. То есть если вы где-то узнаете какую-то новость, скорее всего, вы узнали эту новость у нас. И потом прочитали множество перепечаток и всего, что только. И интерпретаций разных. Вот к чему, получается, «Форпост» пришел за 15 лет существования. Если вспоминать, как все начиналось. Как все начиналось? Для меня вообще эта дата какая-то нереальная. Ты произносишь сейчас 15 лет, я это в голове не могу вложить. Мне кажется, приличное СМИ, даже как прожить приличному СМИ, такое огромное время, 15 лет, это же целая жизнь. Начинали мы с очень-очень маленькой и компактной редакции. Нас было всего лишь 5 человек. Это была маленькая комнатка на НТС. Какая-то кладовка переделанная. Там были 5 столов друг за дружкой. И вот мы впятером, что это были за люди, это был бывший милиционер, это была безработная, работник, по-моему, колбасного завода бывший, и один медсестра, и автослесарь. Вот 5 человек, которые сели и сказали, «Нам надо срочно организовать сайт». Вот такая вот была история. А название «Форпост» есть, ну, как бы версия, да? Ничего не поменялось с тех пор? Никаких новых подробностей не всплыло? Да нет, это уже устоявшийся. Это такая полулегенда, полубыль. Мы, на самом деле, очень долго думали, как назвать сайт. Сейчас, когда вспоминаешь названия, которые предлагались, думаешь, господи, слава богу, что все так сложилось, и осталось как есть, потому что мы там пробовали и думали название СССР, потому что в то время, чтобы привязаться к Севастополь-СУ, да, адрес сайта и так далее. Да, домен SU, Soviet Union. Да, Soviet Union расшифровывался, и в этом для нас был смысл. То есть мы сразу апеллировали на некое воссоединение, хотя бы в сети интернет, которое бы объединяло людей по всему миру, для которых важны вот эти слова, Советский Союз, кто оттуда родом, условно говоря, кто этого единства хочет. А когда придумывали название, нам пришлось отталкиваться от контекста, от тех реалий, которые тогда были, и мы искали что-то нейтральное для государственного украинского уха, вот, придумывая, специально два слова соединили, «фо» и «пост», да, для постов, для публикаций, типа того, канал, специально писали его по-английски, специально была разница букв, вот, чтобы в случае чего можно было сказать, что, ну, вот у нас канал для постинга. При этом всем русскоязычным людям понятно, что такое «форпост». Вот, это, ну, вот такая точка, где аккумулируются собранные боевые силы. Вот когда вы начинали это все, тогда был период, ну, расцвета форума севастопольского в основном. Там все, скажем, новости и вообще дискуссии разворачивались. Было желание, может быть, как-то бороться с ним, в том смысле, чтобы переманить аудиторию к себе? И думали ли вообще, что потом со временем и получится превзойти? Мы до сих пор чувствуем себя виноватыми перед ребятами. Нам неудобно, хотя, казалось бы, да, за что нам извиняться. Мы действительно вот прям ворвались в историю, когда «Севастополь-Инфо» гремел, и действительно все, на важные все темы разговоры шли именно там. Более того, мы когда только возникали, мы обращались к ребятам, к админам этого форума с просьбой там как-то помочь в раскрутке и так далее. На что мы получили такое ха-ха-ха, сами, типа того, что сами-сами гребите. Я их очень хорошо понимаю сейчас, как руководитель сайта, когда ко мне приходится с аналогичными просьбами. Вот нет, мы не отстраивались сразу, как конкуренты. Мы даже представить себе не могли, что у нас сложится вообще такой путь, что все получится. Изначально мы не задумывались как форум, а задумывались как агрегатор новостной. То есть мы собирали на своих страницах максимально по всему интернету все, что только касалось «Севастополя». И мы делали наши страницы максимально удобными, в общем-то даже в основном для журналистов. Потому что люди, которым надо было оперативно собрать где-то в одном месте всю информацию, касающуюся Севастополя, вот мы предложили им такой своеобразный сервис. Но при этом параллельно, нечаянно прикрепили комментарии. В этих комментариях первоначально мы в пятером только переговаривались, как обычно это делается. Я часто рассказываю эту историю, когда нас пять, а мы видим, что у нас онлайн девять человек. И у нас прям вау, кто-то еще нас видит, у нас еще четыре читателя. А сейчас у нас получается там от тысячи человек в сутки онлайне постоянно висят. Меньше обычно редко бывает. Ну и «Севастополь.Инфо» тоже полностью трансформировался, потому что основной площадкой для обсуждения всего-всего стал «Форпост». Ну и время же было другое, в том смысле, что гораздо было проще эту информацию, будучи агрегатором, принимать. То есть не было никаких правил. Ой, это был счастливый период. И вот, конечно, мы тогда были похожи на таких вольных пиратов, когда не нужно было... Ну, мы же подпольщики были, партизаны. То есть нам не нужно было официально регистрироваться. Мы не пытались это делать. Вот. И темы, которые мы вели, за которые мы брались, которые мы обсуждали, это были такие темы, которым не нужно было привлекать, скажем, внимание каких-то проверяющих украинских органов. Поэтому вольное было время, интересное. Но тем не менее, даже украинские чиновники тогда читали «Форпост», да? И все равно обращали внимание на эти темы, которые всплывали. А у них выбора не было. И ничего не меняется с тех пор. Потому что народная молва же разносит. То есть есть какая-то публикация, есть какой-то факт, она начинает обсуждаться. Город у нас небольшой. Один, другому, какие-то ссылки, сарафанное радио. В итоге об этом говорит весь город. Если ты человек думающий, ты вынужден реагировать на этот раздражитель. Ну, как это работало в украинские времена с администрацией, так и в 2014 году, так и сейчас, до сих пор, слава богу, этот отклик от власти мощных мы всегда получаем. И мы вообще такой, получается, мостик, да, площадка своеобразная, на которой горожане со своими вопросами, там иногда, может быть, претензиями. И чиновники со своей правдой могут встретиться, обменяться и там какого-то конкретного результата достичь. Вот. Вот как раз о 2014, раз уж заговорили, это как раз был год, когда Форпост переживал свой самый такой пик, наверное, популярности и вышел на новый виток уже истории. Каждую годовщину, да, событий русской весны все люди вспоминают свои переживания. А вот для журналистов, как то время проходило? Для журналистов Форпост? Еще одно счастливое время было, потому что у нас было настолько много, мы в потоке были, точно так же, как и НТС, корреспонденты и все. Нас часто спрашивают, было ли страшно, еще что-то. Мы не помним. Наверное, в какие-то там частные моменты было, а в общем нет, потому что мы 24 на 7 были в эфире. Нам было просто некогда об этом думать. Вот. И поскольку мы были фактически две организации, которые, еще раз, 24 на 7 проводили вот это вот вещание, мы были везде. На площадях, в залах заседаний, там, в заксобраниях каких-то районных этих муниципальных. Мы были в штабе Украинского флота, мы были там в частях, рядом с кораблями, везде-везде-везде, на Бельбеке. Сейчас, когда думаешь, возможно ли это вот сейчас, например, в нынешнее время, думаешь, ну, столько ограничений было бы, наверное, бы уже так не сняли. А тогда мы были военно-полевые корреспонденты в прямом смысле этого слова. Никто не знал, как это делать, никто не спрашивал ни у кого никаких разрешений. Поэтому вот в этом смысле какой-то такой вольный ветер перемен позволял нам многое, что, наверное, трудно повторить сейчас. До 2014 года Форпост был таким проводником русской идеи, да, среди севастопольцев. Это все вылилось, в том числе, в события 2014. А после этого пришлось ли как-то видоизменять парадигму своей работы? Ну, потому что, как бы уже и не оппозиция, в общем-то, да, получается. Вот. Как в этом смысле происходило дело? А это, кстати, было одно из самых трудных времен, когда реально мы были не просто не оппозиция, когда реально, ну, это что называется, когда ты власть, условно. Вот. И когда ты превращаешься в пресс-службу, это был ужас. Говорю сразу, это было трудно, потому что я не знаю, как это работает, но для многих людей, если ты относишься каким-то образом, даже формально, к управлению, к властям, тебе почему-то автоматически меньше доверия. Вот. Хотя вроде бы казалось бы, что мы себе, как мы себя зарекомендовали и так далее, да. Вот. Поэтому мы рады, что этот период в нашей жизни быстро прошел, все вернулось на круги своя, и мы стали прежними там представителями горожан. Вот. Мы очень боялись в этот период, в 2014-2015 году. Нас много пугали про то, что придут великие дома, придут Комсомольская правда, РИА Новости, там, Коммерсант, Крутые федералы, придут, откроют здесь свои представительства, и все, и вам просто будет нечего делать, вы умрете, как маленькая региональная СМИ. Вот. Ну, мы пугали-пугались, много ездили, много учились, это был как раз так период форумов, когда мы прям подсматривали очень много и по манере, и мы из таких любительских новостников превращались потихонечку и постепенно в большое региональное издание, которое умеет говорить на хорошем языке, которое умеет делать форматы разные, интересные. Вот. И в конечном итоге, действительно, когда состоялось это, и пришли большие СМИ, вдруг выяснилось о том, что нашу нишу они занять не смогут. Во-первых, потому что нам лет много, и мы хорошо индексированы, а во-вторых, потому что повестки наши не совпадают. И то, о чем можем говорить мы, никогда не позволит себе говорить какое-то крупное, особенно государственного холдинга издание, потому что есть определенные темы, которые из их поля внимания уйдут, а мы не сможем пройти мимо. Вот мне кажется, это как раз характерно было для вот периода правления Дмитрия Овсянникова, когда Сергей Иванович и Сергей Иванович меняло, когда в какой-то момент все севастопольцы и темы, которые там на форпосте поднимали, читали, и кричали, в общем, из каждого утюга, что происходило, в этот момент федеральные СМИ как раз держали немножко другую повестку. делали вид, что либо вообще ничего не происходит, либо выдавали какую-то официальную версию. Мне даже сейчас контекст этих версий не очень хочется вспоминать. И как здорово, что мы были правы, что стояли на своем. Вот, наверное, как-то так. И получается, что форпост продолжает в первую очередь следить за тем, чтобы доносить главное и наиболее правдивую, то есть разностороннюю информацию до севастопольцев. Это самая главная задача, которая перед нами стоит. У нас, знаешь, вот, ну, честно скажу, бывают время от времени баталии с нашими пользователями и постоянными нашими читателями, которые очень живо там и активно реагируют на те статьи, те новости, которые мы им предлагаем, и много нас ругают. Вы не то снимаете, вы не так пишете, у вас не такие заголовки, почему там ваши, что за бред несут там ваши корреспонденты, и так далее, и так далее, и тому подобное. И мы не устаем повторять, что мы здесь как зеркало больше выступаем. Мы же не пишем свои статьи на заказ, у нас нет госзаданий, нам никто не говорит, как и что делать. Мы работаем как зеркало, и мы показываем то, какой Севастополь, какие люди в нем, и какие события в нем происходят прямо сейчас, как они отражаются в наших глазах. то, что мы делаем, мы делаем в том числе и для исторической хроники. И если посмотреть наши архивы с 2007 года, с 2014 года, и так далее, и так далее, то выяснится, что это такая своеобразная летопись Севастополя, в которой, ну вот как в капле воды, отражаются те процессы, которые с нами происходили. если бы мы описывали это так, как кому-то нравится власти или там горожанам, допустим, блин, очень легко понравиться. Мы знаем, как сделать так, чтобы нравилось там людям или еще кому-то. Мы хотим делать объективно это такое слово, в которое редко попадаешь. Мы хотим делать честно, так, чтобы это резонировало с тем, как наше сердце бьется. То есть вот в тот момент это было так. И показывать это с разных сторон, чтобы спустя много лет, когда мы к этому материалу возвращаемся, можно было сделать, даже не сделать вывод, а можно было прям шум времени услышать, почувствовать, вот как тогда оно бурлило. Сейчас, к 15-летию Форпост уже подходит, ну, можно сказать, медиахолдингом, в том смысле, я даже молчу. Не стесняйся. Я даже молчу. Это правда медиахолдинг. Я даже молчу про то, что есть разные направления на сайте, в том смысле, есть Форпост Политика, Форпост Спорт и так далее. Есть, понятное дело, социальные сети, есть видеоконтент, который вы тоже производите. Сложно было вот новые эти ниши, так сказать, осваивать? Глаза боятся, а руки делают. Может быть, наше везение, знаешь, в чем было? В том, что мы ничему, что мы делаем, мы специально не учились. мы не заканчивали каких-то высших учебных заведений. Мы пришли и начали с чистого листа, как будто до нас это никто не делал. Это очень смешно, потому что мы свой путь и набивание шишек и наступание на грабли проходили сами и учились на своем собственном опыте. Но это нам очень много дало, потому что мы не бросали эти ошибки, преодолевали их, что-то меняли и в конечном итоге вот получалось круто. То есть сейчас реально 20 редакций у нас около 100 человек, наверное, в нашей орбите, которые делают и сайт, и все его структуры. У нас люди на удаленке работают из множества городов. Это и Крым, это и материковая Россия, Питер, Москва, хотел сказать, Свердловск, Екатеринбург, Сыктывкар. То есть мы такие прям в этом смысле федеральные уже. 100 человек, не могу не спросить в этом смысле, чтобы держать такой штат, нужно подпитку постоянно иметь из молодых специалистов. Как с этим дело обстоит? Насколько тяжело вовлекать молодежь в журналистику, в современную журналистику? И насколько это вообще популярное направление? И нужна ли журналистика вот в том виде, в котором она сейчас представлена? Ты на готовый ответ напрашиваешься. Да, конечно, нужна журналистика. Тот вид у нее сейчас или не тот вид? Потому что нет времени на медленные танцы, на осмысление того, какой вид журналистики сейчас нужен. К несчастью, сейчас такое время, когда, опять же, некогда думать о том, правильно или неправильная журналистика сейчас есть, какие есть у нее школы и как на самом деле нужно делать. Ну вот не до этого реально. Очень нужна молодежь, очень большая проблема с молодежью, очень большая проблема с кадрами. На этапе, когда учатся студенты МГУ, СевГУ, мы очень активно с ними работаем. Они к нам приходят, они проходят у нас практику, они ведут у нас какие-то там небольшие программки. Но когда они получают дипломы, к сожалению, они тут же испаряются. То есть кто-то уезжает покорять большие города, а кто-то уходит из журналистики насовсем. И вот что с этой бедой делать, с учетом того, что у нас прям целый кластер в Севастополе, журфаков, да и в Крыму в общем-то есть университет. Я, честно говоря, пока даже не знаю, как будет. Сейчас с кадровой политикой в СМИ в Крыму и в Севастополе невероятно все сложно. Крымчане не идут на работу в Севастополь видимо по своим каким-то причинам, тем более они не идут в частные СМИ. Мы же не государственные, они боятся, что потом, наверное, не сложится карьера, может быть. А среди севастопольцев у нас в городе настолько много, такая довольно высокая, серьезная конкуренция, много хороших СМИ, и все специалисты, они, в общем, на учет и остается только хантинг. Это же неприлично. Но мы иногда используем, да, пока можем себе позволить. Могу не спросить о планах. Есть ли какие-то вот идеи, может быть, новые проекты и вообще в каком состоянии, да, и с каким багажом хочется подойти к следующему юбилею? Мне хочется дожить до следующего юбилея, организации. Это, к сожалению, опять же, сейчас такое время, когда это не гипотетическая фраза. Да, вот, сложные времена настали. У нас все как-то естественно, как река бежит. Вот, то есть все разве, то, то, что-то затихает, что-то, наоборот, начинает развиваться. Например, на каком-то этапе у нас стопорнулось видео и ютуб-канал с блоками и так далее. Вот, а сейчас вдруг с началом известных событий с февраля у нас тронулся с мертвой точки и пошел очень сильно в развитие ютуб-канал. И приходится усиливаться. То есть мы идем за вызовами, а не пытаемся там умозрительно простроить себя, что мы будем делать, да, через пять лет. Вот, мне бы хотелось, мы уже сейчас, в общем-то, самое, самое крупное региональное медиа, и именно у нас материковые журналисты, материковые читатели, пользователи, именно у нас ищут какую-то информацию, когда им нужно быстро узнать что-то по региону через интернет. Вот, ну, мне бы хотелось попрецедовать, конечно, на общероссийскую повестку. То есть я бы через пять лет видела себя не только окном в регион для материковых читателей, но и, может быть, окном в Россию для читателей, например, в СНГ или там в дальнем зарубежье, допустим, для русскоязычной аудитории. Я бы, наверное, вот в этом направлении посмотрела. Можно пожелать только удачи в этом смысле. Спасибо большое, Кать, за этот разговор. Я напомню, дорогие друзья, гостем нашей программы была Екатерина Бубнова, главный редактор интернет-портала ForPost. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся с вами ЛНТС. Всего доброго и до новых встреч.